всем привет буквально недавно я делал видео о салатной заправке но я сразу решил что почему бы нет если я сделал столько салатных заправок то есть смысл сделать видео его самих салатов я покажу вам в этом видео несколько салатов которые я люблю есть и какие салаты заправки я к ним применяю все ингредиенты необходимые для салатов вы найдете под видео для салата цезарь мне понадобится салат романа мне понадобится куриная грудка мне понадобится соус соус вы найдете на моем канале ссылку я укажу как его делать помидоры чеснок сыр пармезан топленое масло и хлеб нарезанный кубиками для крутона вы можете взять как и тостерный хлеб как и любой другой который вам больше всего нравится растительное масло соль и мариновать а курицу буду приправой который называется коджун это не обязательно вы можете просто посолить и поперчить первонаперво обжариваем курицу и делаем крутон в разогретую сковороду я добавляю топленого масла и отправляю сюда мелко порезанный кубиками хлеб сразу слегка его писали в разогретую сковороду добавляю растительного масла куриную грудку я предварительно только посолил и начинаю ее обжаривать так теперь занимаешь курочкой она у меня обжарена вы можете поперчить если хотите я обработаю только коджуном если у вас росмарин тимьян можете спокойно добавить так этого будет достаточно добавлю немного чеснока и отправлю в духовку в холодную при температуре 120 градусов на 15-20 минут без обдува за это время грудка моя будет готова и она будет сочной внутри не сухая такая тем временем займусь салатом верхние листья я убираю так салат я промываю под проточной водой и нарезаю примерно вот так не сильно мелко так резать помидоры вы можете взять помидоры не именно вот такой дамский пальчик можно взять прекрасно помидоры черри так подготовленный салат я буду сервировать вот в таких стаканчиках такой стаканчик помещается примерно 65 грамм салата так руки у меня помыты добавляю пару помидорчиков и подготавливаю пармезан я его натру а пока куриная грудка у меня готовится я займусь другим салатом который называется ницца салат для этого салата мне понадобятся каперсы понадобятся анчоусы понадобится стручковая зеленая фасоль в идеале было бы конечно кенийская но ее в данный момент не привозят так мне понадобится перепелиные яйца мне понадобится отваренный картофель картофель пожалуйста не солить мне понадобится салатный соус как готовится соус ссылку я оставлю маслины и возьму я немного маринованных сухих помидоров это но это не обязательно и понадобится тунец в масле либо в собственном соку это на ваше усмотрение я нарезал картофель кубиками порезал соломкой маринованные помидоры маслины я оставлю целиком так ну занимаюсь стручковой фасолью с двух сторон обрезаю и делю на три части я предварительно поставил воду пока я приготовлю со фасоль она у меня уже закипит также я отбросил на сито тунец чтобы избавиться от лишней жидкости так и перехожу к плите где вода у меня уже закипела куриная грудка у меня готова она на данный момент остывает так моя фасоль приготовилась теперь я добавляю лед воду отключаю плиту и охлаждаем при варке фасоли очень важно чтобы вода постоянно кипела фасоль у вас приготовилась быстро и не потерял при этом цвет следующим шагом я приступаю к приготовлению яиц пашот для этого мне понадобится нож для резки хлеба перепелены яйца чтобы они не разбились и чтобы и чтобы желток не повредить придерживаем одной рукой вот так сверху и ножом аккуратненько срезаем вверх пальцами прижимаем и начинаем пилить и выливаем яйца сито чтобы избавиться от лишней жидкости подготавливаю следующую партию и также срезаю окно я отправляюсь в плите воду я слегка присолил добавляю немного 5 процентов уксуса примерно грамм 50 кастрюлька у меня полтора литра в кастрюле примерно миллилитров 800 жидкости хорошо перемешаю и отправляю яйца пашот отготавливаю следующие я много делать не буду я сделаю именно так чтобы вы просто поняли о чем я вам рассказываю все яйца готовы и следующую партию легким нажатием руки вы можете сами определить до какого состояния вы хотели бы чтобы у вас были приготовлены желтки у меня примерно яйца пашот находятся в воде секунд 50 при этом заметьте что вода у меня не кипит но она по-любому выше 90 градусов так яйца пашот готовы я перехожу к столу подачи такие салаты очень практично делать если у вас ожидается большое количество гостей то есть достаточно подготовить этот салат и когда уже придут непосредственно гости добавить салатный соус и закуска готова я приступаю к сборке моих салатов немного картофель и отправляю на дно отправляю тунец стручковую фасоль маслины немного помидор буквально одно филе анчоусы но если вы прям очень сильно хотите то можете добавить и 2 и 3 это на ваше усмотрение имейте просто ввиду что они очень соленые добавлю 2 и добавлю пару каперсов добавлю салат и соус он у меня немного густоват потому что буквально из холодильника сейчас он возьмет комнатную температуру и он станет жидким один салат у меня готов вот обратите внимание волокна сейчас плохо видно волокна идут вот так мы будем резать против волокна филе примерно ну миллиметра три четыре не больше все этого будет достаточно берем наш салат укладываем куриную грудку добавляем пармезан добавляем салатный соус добавляем сухарики цеза салат у меня готов покажу вам еще один вкусный зимний салат который называется корн или маш салат я его считаю очень интересным но с ним конечно очень много возни то есть обязательно нужно все корешочки это каждый каждый букетик нужно взять и тщательно его обработать то есть обратите внимание вот эти все корешочки это каждый к корешки их всех нужно удалить этот салат нужно промывать очень тщательно так как в нем очень много песка в германии он называется фельдсалат или же другое название его рапунцель это зависимости от региона для этого салата я сделал картофельный дрессинг то есть картофельную заправку для салата сделаю крутоны это обжаренные кубиком нарезанные хлебца сковородки на топленом масле хотя крутоны можно также сделать и в духовке непосредственно с оливковым маслом добавлением того же росмарина тимьяна и чеснока для запаху и немного присолить но я буду делать классическим методом на сковороде также для этого салата я обжарю соломкой нарезанный бекон отварю перепелиные яйца и добавлю помидоры черри и мой салат будет готов так салат я весь перебрал три раза я его промыл чтобы не было никакого песка ну вот это со ста пяти грамм салата которого у меня было вот это все остатки которые я выброшу значит ну калькулировать нужно салат таким планом сначала нужно определиться в чем вы его будете подавать либо в такой чашечке либо в плоской тарелке значит вот здесь у меня в данный момент находится 50 грамм вот этим количеством салата вы можете смело накормить четырех человек не то что накормить а в качестве закуски ну а я отправляю варится перепелиные яйца и нарезаю хлеб для крутона лично я крутоны буду делать с лепешки вы можете сделать с любого другого хлеба либо же с тостерного предварительно можете корочку обрезать можете оставить на ваше усмотрение размер кубика вы определяете сами для себя ну и нарезаю бекон бекон у меня был предварительно заморожен чтоб не было его легче резать всего бекона у меня 50 грамм ну и отправляюсь к плите жарить бекон и жарить крутоны перепелиные яйца я приготовил вот они буквально закипели я им дал еще полторы или две минутки повариться и все сразу их в холодную воду и бросил туда льда и буду сейчас аккуратно очищать стараясь не повредить белок перепелиные яйца я очистил для этого салата я приготовлю помидоры черри в духовке с добавлением сахара соли оливкового масла чеснока и тимьяна добавляю сахара масло я уже добавил добавляю соли тимьяна и чесноку 210 градусов примерно минут на 7-8 добавляю картофелин дрессинг добавляю картофелин дрессинг как готовится картофелин дрессинг вы найдете на моем канале ссылку я укажу посыпаем кортоном ну я считаю что в таком салате будет уместно добавить немного пармезана следующий салат я сделаю это рокула салат салат я для начала хорошо промываю эту часть я отрезаю выбрасываю так снимаю резинку промываю салат еще раз как следует или же если вы в зависимости от того если вы дома то конечно салат можно распушить а если вы где-то работали на предприятии и вы хотите чтобы у вас салат выглядел презентабельно то конечно лучше оставить его именно в таком виде только конечно хорошо нужно будет промыть но я нахожусь дома поэтому я его так сказать разрыхлю и еще раз промою производитель немножко схитрил я думал он порезан сыр не порезан но это ничего страшного сейчас я вам покажу трюк который вам возможно когда-нибудь пригодится если вы хотите порезать козий или овечий сыр гладко чтобы он у вас не крошился то воспользуйтесь я допустим взял зубную нить или если у вас шелковая нить есть возможно это будет работать с обыкровенной ниткой этого я не знаю не могу сказать и спокойненько нарезаю сыр гладенько чтобы он не крошился все сыром готов значит в этом салате сыр можно как завернуть сам хамон и обжарить но в этом случае я бы конечно рекомендовал сыр слегка заморозить заморозить завернуть хамон и обжарить я этого делать не буду я хочу сверху нанесу немного меда обработаю горелкой и добавлю тимьяна так но мне чтобы вам показать нужно что-нибудь металлическое немного меда ну теперь дам карамелизацию и посыплю тимьяном и посыплю тимьяном можно вместо козьего сыра можно прекрасно к этому салату добавить инжир сыр я пока убираю нарежу помидоры черри буквально разрежу их просто пополам и немного свежей петрушки не нарублю а именно нарежу ну и начну оформление тарелки так как это у нас закуска я возьму небольшую тарелку хамон у нас в магазине можно купить порезанный в любом большом супермаркете я складываю просто пополам пополам и как бы выворачиваю жир я пытаюсь спрятать сразу скажу если кто-то будет возмущаться в перчатках работать с хамоном очень неудобно поэтому в домашних условиях я это буду делать именно без насколько это возможно сразу можно распределить наши помидоры черри добавить буквально пару оливок для контраста парочку масли значит самого салата я возьму буквально 50 грамм в салат я добавлю дрессинг со вкусом бузины если вы смотрели мое видео о дрессингах то вы знаете как его приготовить ссылку я кстати укажу буквально 3 столовые ложки салат перемешиваем чтобы дрессинг распределился по всему салату равномерно и выкладываю на середину тарелки есть у меня немного порезанных маринованных помидоров которые я также для цветовой гаммы немного добавлю ну распределяю наш сыр сверху посыпаю петрушкой хотя особо ее не видно если у вас дома случайно есть темный густой бальзамический уксус будет уместно обработать также салат этим уксусом ну а салат мой готов как вы заметили что он готовится очень быстро а я перехожу к следующему салату следующий салат у меня по плану греческий греческий салат известен очень многие поэтому я здесь возможно не расскажу ничего нового но кто не знает тому может быть это будет и полезно значит для греческого салата как правило берут красный лук у меня красного лука нет я возьму лук шалот если у вас нет ни того ни другого вы берете обыкновенный репчатый лук и нарезаю его кольцами для того чтобы с лука убрать его остроту я его немного замочу а именно добавлю немного воды и немного столового уксуса далее огурец я буду делать в маленьком количестве потому что большой мне не нужно очищаю шкурку вот таким образом огурец пополам еще раз пополам и вырезаю серединку серединку я удаляю вы можете ее оставить я удаляю ее из одной цели чтобы мой салат не стал водянистым и нарезаю салат примерно так не нужно слишком тонко резать огурцы огурцы готовы далее я паприку я нарежу кубиками паприка готова помидоры черри буквально возьму насколько на такое количество три четыре пять шесть семь восемь вот ровно с десять с десяток десять штук так придерживаю рукой спокойно их половине ножом для хлеба добавлю немного мелко порезанных маринованных помидор просто они у меня есть добавлю базового дрессинга с петрушкой и укропом ну а чтобы усилить немного вкус я добавлю еще немного оливкового масла здесь это легкая горчинка оливкового масла будет уместно я вообще не очень люблю оливковое масло но в этом случае я немного его добавлю если у вас есть свежий орегано добавьте у меня сегодня только сухой поэтому я добавлять не буду и добавляю греческого сыра сыр я резать не буду я его буду ломать нарежу немного петрушки и добавлю лук вы можете добавить лук сразу ну а теперь я конечно лук удалю потому что салат я буду есть сам вы же знаете что я лук не люблю поэтому я его сразу не добавил ну вот как то так в общей сложности я вам показал несколько салатов которые я с удовольствием делаю и которые я с удовольствием ем если вам понравилось это видео оставляйте ваши комментарии ставьте лайки а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до встречи мама м м м Субтитры создавал DimaTorzok